Девочки и подарки На самом деле не нужно дарить никаких подарков. Ой, чувствую, меня сейчас дамы осуждают. Но ведь правда, чтобы отметить такой праздник, можно просто порадовать саму себя. Например, в 1989 году в такой же день дамы могли порадовать себя секретами Афродиты. Экспериментальный семинар для девушек под названием «Секреты Афродиты» научит прекрасных дам ориентироваться в косметических средствах и делать красивый макияж. Также модельеры научат правильно и красиво одеваться. Думаю, что это полезно. Женщине легко поддается обучению и воспитанию. И если грамотно поставить ее в нужное русло, то может получиться идеальная супруга и прекрасная выражительная девушка. А вы бы хотели принимать участие в создании каких-либо молодежных организаций? Если да, то добро пожаловать в 1986 год. 11 октября в ДК «Нефтехимиков» проходит круглый стол, где вы можете высказать свои мысли и пожелания о создании городского молодежного центра. Каким бы вы хотели его видеть? Пожалуй, я бы предложила в таком центре разбирать какие-нибудь основы этикета, поведения и даже правила семейной жизни. А еще было бы здорово развивать какие-нибудь необычные навыки. Допустим, говорить задом наперед, писать двумя руками одновременно или петь с закрытым ртом. Я пошутила, конечно, но мало ли вдруг пригодится. Да, да, вдруг пригодится. Как считаете, когда наступает пара праздников, какие подарки ждет дама вашего сердца? А вот некоторые хотели бы, и это правда, получать подарок, полезные для дома материалы. Такие как раз выпускали в 1969 году. Это я в статье прочитала. Сейчас завод товаров народного потребления Ангарска выпускает 86 номинований продукции. В этом году на прилавках можно увидеть 14 новинок для дома и хозяйства. Порошок-чистоль, автомыло, моющее средство Диана, растворитель синтетических красок и эмалий, стаканы для карандашей, овощемойки и другое. Представьте, 31 декабря, Новый год, коробка с подарками под елкой. Открываешь ее в ожидании увидеть там дорогое колье или новый афон. А там моющее средство Диана и стакан для карандашей. Обрадовались бы? Я уже представила, как мужчина, если сделает такой подарок, оправдывается. Ну а что, тебя зовут Диана, средство тоже Диана, считай в твою честь, прикольно же. Интересно, были ли реально такие случаи? В общем, всех девочек с праздником. Не ждите подарков, их приятнее получать, если они неожиданные. Увидимся в новом дне, пока-пока.